День главы, который мы сегодня с вами пройдем, это Парашат Бо. Парашат Бо и Парашат Вайра Тора рассказывает нам о десять казны. Нам всем известно десять казны, которые Творец делал над египтянами. Десять казны мы тщательным образом на Казешер Песах проходим и рассказываем, как наши мудрецы всех этих десять казней называли по-разному. Десять казней по очаровственным следам, цвардякам и так далее. И разные мудрецы называли то, что определенная казнь, это называется мофе, это называется от и так далее, и так далее. А здесь мнение, которое мы упоминаем в Акадешер Песах, это мнение Рабью Гуды. Рабью Гуды говорил, что все эти десять казней, на самом деле, они делятся на три основные части. А именно Тацах Адаш Баахав. Три казни, десять казней, которые у нас есть, они все есть, взять, все делятся на три. Первые три, да, цварды Акиним, потом у нас есть три-три, Аров, Девершхин, потом третий, это что? Это Баахав, Барат, Аров, Хошех и Макадухрот. Три-три и четыре в конце. Очень интересно задуматься о надобности, в принципе, Рабью Гуды, зачем нужно было, в принципе, Рабью Гуды это высказаться, в принципе, таким образом. Потому что у нас есть, в принципе, три разных, три разных, как бы, категории во всех этих казнях. Каждый казнь сам по себе, это ужасный, сильный, и показывали бы Вадай большой мера за меру, то, что египтяне делали над нами, когда Клиакар уже выражается, объясняет это все. Все было абсолютно мера за меру, Бебадай. И, конечно же, эти вещи, чтобы обучать евроскому народу большие вещи. Но, все-таки, несмотря на все это, Рабью Гуды находил надобность, то, что сказать, знаешь, что эти все казни, которые у нас есть, десять казней, они делятся на три части. В прошлой неделе мы прочитали уже семь казней, которые дворец дал на Египет, и в Парашад-Бо, который мы сейчас прочитаем, будет последние три казни, и после этого, после уже Маккад-Бахарова, когда первенцы уже умерли, египетянские, то уже начинается избавление, то, что еврейский народ уже выходит из Египта. Ночь, Песаха. С Божьей помощью мы собираемся зайти чуть-чуть в глубине. Мы уже в этом, в этом на теме, Таца Хадаш Пахав, уже, в принципе, два года назад мы дали урок об этой теме. Объяснили чуть-чуть десять казней. Сегодня с Божьей помощью постараемся дать, может быть, еще одну, как бы, слой, или, может быть, вещи, которые... повторение, как бы, каких-то вещей, но, может быть, добавить еще каких-то слой, понятие, как бы, во всем, во всем, это, как бы, идеи. И необходимо об этом, в принципе, часто-часто говорить, так как все наши мудрецы выражаются четким и ясным образом, то, что там и есть основа всей нашей веры. выход из Египта это из том места, где основана вся наша вера, все наше соблюдение всех заповедей, вся наша шкафот, все наше мировоззрение на мир, вся наша реальность еврейская, не только то, что мы зародились, за наше рождение, пройти, был выход из Египта, а все то, что мы есть ежедневно, все то, что с нами, пройти, происходит, все абсолютно берет свой корень при выходе из Египта. И в чем особенно? Конечно же, основа всего это дарование Торы, где мы видели Творца ПЛП, как мы видели приятным лицом, мы видели неявно, и мы видели, как Ашем разговаривает с Моши Рабейну, и как Раман говорит, то, что Наши глаза видели это, и не кто-то другой. То, что Творец рассказывал, говорит именно с Моши Рабейну, значит, после этого мы понимаем, что все то, что Моши Рабейну делал с нами в Египет, и все раскрытия моря и так далее, это не было какое-то колдовство, это не было абсолютно ничего, нежели все вещи были от Творца лично. И после этого все то, что Моши Рабейну нам скажет, Бевадай, то, что мы знаем, то, что Ашем с ним общается, и все слова прямым образом от Творца. И это все основа против нашей веры. Все это основано абсолютно все на товаре, на даруне Тору, то, что миллионы людей были светили, пяти светили. Это вещь историческая, вещь, которая никогда не повторилась и не повторилась никогда, так как Тора сам лично нас уже обещает. Но 10 казней, которые Творец дал на Египет, там основа, которой мы выделили проявление Творца в этом мире. И не было как бы в этих 10 казней не только был тот фактор, то, что Творец дала нам наказание Египетянам, за все, что они делали. Там были, на самом деле, были глубокие вещи, которые мы можем оттуда изучать. Глубокие вещи, которые, на самом деле, заключаются во всех этих 10 именно казней. И это, как мы сейчас посмотрим, с Божьей помощью, как Рамбан уже говорит, самый известный гамар Рамбан в конце Парашат Бо, как он выражается, что это есть основа всей нашей веры, вера в следующих вещах, где Творец проявился при этих 10 именно казней. 10 казней. Чисто просто 1-2 секунды просто задуматься. Тольная реальность осознавать вообще, как Рамбан говорит, до того, как человек, сам первый вещь, который человек должен вообще знать, так как в исцелении как бы тела, когда человек идет в врачу, стараюсь тоже сначала понять его как бы проблему, в чем как бы проблема, в чем его душевная или телесная как бы проблема, потому что также о душевных вещах мы должны понять, где мы на самом деле находимся, где мы вообще стоим. Когда мы люди, не имея этих информаций, которые мы сейчас с вами узнаем, и о передаче, который никогда не прекратился в еврейском народе, когда человек просто стоит в этом мире живет в Германии, в России, в Израиле, в Европе, о тех вещах, которые он думает, мы сейчас тоже скажем, говорят, типа, о чем ты говоришь, о чем ты говоришь, есть творец в этом мире, он есть создатель всего, нет, так скажем, есть натура в этом мире, есть натура, все не выигрывают, будешь работать, у тебя будет парноса, не будет, ты не будешь работать, у тебя ничего не будет, да, так, кто-то болеет, да, это часть мира, это так, как мир, в принципе, работает, кто-то болеет, кто-то не болеет, кто-то родился таким, кто-то родился таким, кто-то кому-то повезло, кому-то не повезло, мы видим хороших людей которые страдают мы видим злодеев людей, которым хорошо это мир натура так идет мы идем по течению ничего особенного мы не можем на самом деле заметить в этом мире если конечно же глубоко мы не задумываемся и мы поймем то что не совсем логично так как бы подумать один из факторов подумать нет никакой логики, которая объяснит существование евреевского народа например никто никакой логики не объяснит войны Израиля нет, как объяснить но несмотря на это эти вещи, которые мы подумаем если нету на самом деле передачи о каких вещах, о которых мы сейчас скажем именно в Торе действительно, мир наяву этих вещей не показывает и вот это тоже не показывает мир живет таким образом то что да, сильнее выигрывает нету ни одного вспоминания о имя Творца мы есть хозяин в этом мире мы не должны это сказать то что да, мы есть хозяин в этом мире мы отрицаем кого-то не, автоматом тем, что мы не вспоминаем то что общество не вспоминает и так далее автоматом приходит к таким вещам то что сознательно, подсознательно мы про этих вещах даже не задумаемся теперь это был один из моментов который кузары обращаясь к королю хазаров говорит то что хазарский король говорит ему то что как это может быть то что философы они говорят то что там мир был все время существовал и так далее и это и так далее один из вещей то что говорит ему мудрец знает говорит потому что они пришли к таким мыслям потому что человек задумаясь чисто философически подумать в этом мире он может прийти действительно таким ответом мир существовал всегда или есть как мы уже упомянули в философии есть вторая именно сторона да что есть это уверенно какой-то начал какой-то творец философически через философию через рациональные размышления человек может прийти к тому или человек может прийти к тому философии действительно выбрали этот путь мы сейчас не зайдем о тех вещах которые мы говорили про Александр Македонский и Аристотелес и так далее но это две пути пути теперь в чем особенность еврейского народа отвечает мудрец король хазаров говорит мудрец говорит мудрец наша особенность в том то что у нас есть передача передача от наших прородцов у нас мы владеем информацией которой у философов не было если бы у них был бы говорит эта информация конечно же они уже не пришли бы к этому потому что это исторический фактор который мы видели нашими глазами проявление которое невозможно отрицаться теперь у нас есть передача это чрезмерно важно понять то что эти вещами которые мы скажем это чрезмерно настолько фундаментально настолько это еврей при себе каждый из нас должен жить с этим понятием с этим подходом к жизни понять вообще что происходит вокруг и как это всему объяснить какой очки мы будем одевать в мире как бы никак как все понимаем end of the day все то что как бы важнее всего это человеческий взгляд на вещи один человек может посмотреть на одно происходящее историю позитивно другой человек может посмотреть полноценно негативно и отрицательно и полностью быть это от чего зависит все взгляд взгляд мира просто если возьмем мудрецы торы они отдают весь их жизнь ради будущего мира ради еврейского народа и это есть цель почему они приходят в этом мире то что они видят этот мир будут они кушать сегодня завтрак и красную икру и на обед они будут кушать хороший стек для них это не имеет значение для другого человека это то что имеет значение еврейский народ люди беседы лишь бы чтобы было мне хорошо это есть этот мир все вопрос перспективы все вопрос перспективы как мы смотрим на этот мир мир он очень интересно задуматься именно как люди можем по-другому на это на эти вещи смотреть из-за этого чрезмерно важно понять то что это есть в том реальности где мы живем мир сам по себе если посмотреть если мы не глубоко не задумаемся он не говорит о тех вещах которые мы сегодня пройдем но особенность и сила и большой подарок и драгоценность которые есть еврейского народа то что у нас есть эта передача у нас есть эти знания у нас есть эти секреты как мы увидели при действии казни при раскрытии моря при даровании торы это передается поколению поколению в нас и каждый год когда мы приходим к этим недельным главам мы опять так и повторяем изучаем этих вещей чтобы вспоминать и опять укоронить и никаким случаем не забывать в нас и наших детях основы которые видели наши отцы праотцы 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 которые были в Египте и это основа которую мы вспоминаем каждый год когда мы сидимся в шалашах в суккот и каждый год мы сидимся в песах и мы кушаем отцу и это уже происходит и продолжается 3333 года и у нас здесь эта передача это наша ценность и наше все богатство которое мы носим с собой и это знание и величие и всего которое мы носим с собой у нас есть таким образом вставляем этот механизм скажем так в мире мир принимает абсолютно другой взгляд все становится устаканивается на своих местах все задумки все непонятные вещи мы все можем на самом деле наиво понять и понимаем вещей которые люди даже как говорили которые ученые говорят когда человеческий мозг заканчивается там начинается уже к двери в синагоге мир абсолютно понимает другой взгляд и мы понимаем что настолько это все истина настолько это все проявляется наяву в этом мире и не жить просто именно тем что были именно тогда это вещь которая продолжается и это вещь которую можно наяву видеть один из примеров когда человек осознает да мои молитвы оно слушается мои молитвы слушается это что это значит творец слушал Моши Робейну слушал Робе Акиву слушал Рамбама слушал Раши слушал Робе Севкару слушал моих родителей про отцов где они не были и меня тоже он здесь он реально здесь и не где-то какая-то история которая была там которая что-то со мной происходит в этой жизни это не какая-то вещь а была хорошая история которые были были крыласы именно вещи которые происходили определенными людьми как мама сверхъестественным образом с ними что-то произошло открывая глаза мы можем увидеть и у нас эти чудеса и рука творца в нашей приватной жизни надзор творца то то что основных вещей которые мы сейчас с вами пройдем пройдем этих вещей чем мы больше чем ежедневнее чем чаще мы это все пройдем чем мы больше видим на самом деле этих вещей наяву и явным образом в нашей реальной жизни сейчас можем начать сейчас можем начать рабиуда опять таки повторяем говорил три разные категории этих десять казней которые у нас был дацах адаш бахав значит мудрецы клиакар рамбан махар из праги они приходят и объясняют всех этих трех категорий которые рабиуда нам давал каждый со своей стороны мы с вашей помощью вначале постараемся понять слова клиакар которые чрезмерно очень сильно похожи на словах рамбана в конце парашадбо они очень сильно похожи на друг друга с маленькими изменениями но основа всего практически как бы все как бы по моему мнению как бы все как бы то же самое клиакар говорит нам клиакар очень интересно чтобы вы знали кто он являлся это великий мудрец клиакар он являлся один из учеников морали спраги морали спраги который мы знаем один из великих мудрецов в городе праги где сегодняшний день есть синагога его говорят что он там делал голем не знаю но там тоже из праги можете пойти на его кладбище и там тоже если я не ошибаюсь мне кажется на этом же кладбище похоронил ученик клиакар обалдеть великих великих мудрецов и большой знаток натор клиакар говорит то что все эти категории дорогие друзья они здесь они пришли в этом мире чтобы проявить проявить в реальности определенных вещей которые творец хотел показать при этих казнях то что был в Египте кров был там были жабы или там были вши это не просто так шем там пришел а было вши были там сварде мы понимаем то что все это не просто так то что эти вещи дорогие друзья пришли в этом мире значит были особенные уроки особенные цели что творец хотел этим показать и говорит нам клиакар то что первая категория который Рабиуда нам сказал то что входит в эту первую категорию это кров это жабы и вши у них есть один урок который творец хотел давать нам и показать тоже египтянинам это все что это показать то что есть творец в этом мире а истинности творца в этом мире это то что были эти первые категории мы сейчас с помощью пойдем каждую из этих вещей объяснять и пойдем посмотрим глубину всех этих вещей начнем кров кров дорогие друзья где было это был внилюс и в стиво стиво водах но особо на макар где это было это было на на нилус на ниль почему потому что дорогие друзья египтяне они божествовали нилусом они говорили то что это есть божество это есть божество и что творец действительно сделал творец превратил все абсолютно в кров показав им то что есть сила которая выше чем этот нил есть сила которая выше чем этот вода то что выше чем ниль это значит если у него есть божество и он не может восстать против него да этим он хотел показать он есть властелин абсолютно всего он есть творец это был при наказании крови которую творец делал на египет и они говорили ниль это божество и этим это уже было ясно что это уже это божество уже нету этой силы противостоять против словами то что мошабин говорит что будет именно кров и так далее и так как он сказал все абсолютно сбылось второе что мы видим это были жабы и жабами что показывало это был еще один еще один шаг после крови а именно в чем не только то что вода на самом деле он творение творца есть сила которую вы думаете что это божество это неправда а есть именно творец в этом мире который он именно создал это все не только это сама вода он в него живет кто жабы которые они показывают то что подходит и нужно и возможно отдавать даже свою жизнь ради того тот кто создал на самом деле эту воду где мы видим жабы дорогие друзья прыгали в огонь если ничего не случалось это был второй казнь посмотрев на это дорогие друзья поколение спустя когда еврейский народ были в изгнании на ухо царь он приказал чтобы евреи все поклонились над идолом и ханания миша вязария которые были друзья даниэля их пустили в огонь потому что они хотели поклоняться идолом научились от кого от этих жабов они сказали что говоришь жабы они прыгали ради того что в огонь ради того что делать желание творца мы настолько много и намного больше что мы должны прыгать на в огонь и отдавать нашу душу ради творца другими словами что это значит то что жабы показывали паро ты говоришь что это господь вода в воде самого же растет именно вещь который он именно показывает то что это не только то что только это творец ради него даже стоит отдавать свою душу это не только вот это ради этого стоит даже отдача на наши души и это было второе наказание которое было жабами вши третье именно казни которую мы видели прямым образом что сказали уже сразу когда были вши и когда были вши они сказали И говорит, о-о-о, всё, говорит, это уже палец творца. И они поняли, что эту вещь невозможно сделать через какое-то колдовство, потому что они настолько маленькие эти вши, что рука колдовства, она не может создавать таких маленьких именов вещей. Они сразу же сказали, это химия. На третьем они уже сказали В пакетиках этого В первых В датсах Они сказали, что это по руке Это СШМ, это Творец Это именно Творец Значит, когда мы смотрим, дорогие друзья Из-за 10 казней И первые 3 казни, которые мы сейчас прошли Там именно показывается, что Что есть Творец в этом мире И на все божества, которые они думали Что это есть именно божество И они давали именно важность и ценность Через эти наказания Творец показал полный абсолютно наоборот Полный абсолютно наоборот И показал, кто действительно стоит за кулисами Кому действительно принадлежит вода Кто именно есть создатель всего вселенной И не только то, что он создатель Сама натура показывает его То, что ему служение Ему полагается Полагается так, как это именно показали Жабы Они прыгали в огонь Ради кого? Ради желания именно Творца Ради желания Творца К ним показали, что Это СПОЛОКИМСО Это, это, это есть именно Творец Это есть именно Творец Это был первый из трех, как бы, пакетов, можно сказать Определения, как Рабьюто давал на эти десять казней Перейдем сейчас на вторую часть, которую дает нам Рабьюто Это что? Это именно Адаш Второй уровень, который проявился на самом деле в этих десять казнях Это был в том, что показать человечеству То, что показать египтянинам То, что показать нам всем, что Что Творец У него есть надзор В этом мире И он Дает наказание Злодеям И дает заслугу Праведника Рамбан В конце Парашат Бо Он разделяет эти две вещи на две части Говорит, что есть Один из знаков, это был один из показателей Это было то, что есть надзор у Творца И второе, это то, что наказание злодеев И заслугу праведника Это значит Рамбан В конце Парашат Бо Он описывает нам то, что Со временем Люди сомневались о сотворении Творца То, что Творец действительно создал этот мир И этим наказанием Первым именно пакетом наказания Творец именно это все именно показал То, что да, он есть Кто-то стоит за кулисами всей этой натуры И вторым Это что он говорит Да, даже если У него нет надзора Да, он создатель Но что? У него нет надзора Какой у него Смысл мы маленькие люди И створяются Он создатель всего Посмотри на всю галактику Посмотри на всю селенную Какой у него интерес Вообще к нам Маленьким Маленьким людям И которые были Которые говорят Да, он знает все Но Нет никакой разницы Будет человек делать Добрые дела Не будет человек делать Добрые дела И при этом задумаемся Это в принципе то, что Сегодняшний день Человечество живет Таким образом Да? Когда человечеству Говоришь кому-то Да, будь человек Мой дорогой Будь осторожным Есть босс в этом мире Который Все записывается В книге Есть как бы Отдача за поступками Этот мир Это не джунгли Не знаю, что ты можешь Пойти в лес И делать все Что ты хочешь Это не лес Если в этом мире Балабайт Если в этом мире Хозяин Есть тот Кто управляет Этот мир Есть Тот Кто дает Наказание Или награду Большинство из людей Скажут Какая награда Какое наказание Какое это Куча тысяч разных Именно ответов И Отмазков И Аргументов Скажут Что против этого И на самом деле Можно даже признаться Это есть Именно реальность Которую мы Сегодняшний день Мы наживем Но если мы осознаем Настолько это глубоко Дорогове Все то, что Есть творец В этом мире И он Засматривает За каждым Действием Человека Значит Любой вещь Которая с нами Именно происходит Это все От творца Все от творца Нету Ничего Просто так И Не только Это не только То, что он Засматривает На любую вещь Он еще Засматривает За наши действия Будет ли Для творца Все равно То, что мы делаем Помогать Помогать Другому Или нет Кто человек Скажет Какая ему разница Есть большая разница Есть гигантская разница Есть гигантская разница Настолько большая разница То, что Творец Управляет этот мир С еврейским народом В партнерстве Мы поняли Насколько это глубоко Но это Один из вещей Дорогие друзья То, что Тогда люди Тоже Сомневались В этом Говорили Или же Говорили Как Рамбан Говорит Творец Не засматривается В этом мире Какой ему разница Он такой великий Какой ему Связь здесь Или же Так У него есть Он засматривает Попадай Но Цари Гроша Не будешь делать Доброту Не будешь делать Доброту Ему все равно Это в том То, что Люди ошибались Это в том То, что Люди ошибались И давайте сейчас посмотрим Как через наказание Творец Следующий Как бы Четвертый Пятый Шестой Наказания Как творец Этих Идеи Полностью Абсурдно Убрал Давайте посмотрим Дикие звери Это четвертое Наказание Что написано Дорогие друзья Про диких зверей И говорит Творец И придет Дикие звери Они придут Но знаешь что Эрис гоше Где евреи живут Дикие звери Не придут Эрис гоше Дикие звери Не будут И так и было И в конце Творец говорит Что Они ошиблись Чтобы тебе показать Что я не только Творец Который создал Этот мир Я есть Творец В этой земле Все то Что происходит У меня есть надзор Абсолютно Над каждым вещам Скажите мне Как лев знает То что Вот там живет Моша Там живет Абраша Там живет Яша А тут живет Мухаммед Ахмед И к ним зайдет К нему не зайдет Откуда лев знает Откуда все Дикие животные Знали Где гошин Где не гошин Везде были Дикие животные Дикие животные Были везде И было полное Разделение То что Евреям Творец говорит Оно не придет И оно не пришло Значит То то что Зверь приходит К одному К другому нет Или происходит С тобой что то Так Или если Не так Творец говорит Я Это тот кто Стоит за кулисами Я это тот Кто жонглировал Все абсолютно Я стою В этом мире И думаю Что это просто так Кто то заболел Кто то богатый Кто то нищий Кто то получилось Кто то успешный Кто не успешный Думаешь Это просто так Дорогие друзья Самый простой Абсолютный пример Если мы зададим Вернского народа Слава Богу Мы На земле Израиля Сегодняшний день Который Уже около Примерно 2000 лет Мы не были На земле Израиля 1900 вот так Дорогие друзья У нас есть возможность Построить храм Нет У нас есть сила У нас мощь И так далее Сейчас Не знаю С политиком Из-за этим Но Мы можем В принципе Нет Но почему Да Никто не делает Этого Почему Почему Куча вещей Которые Можем понять Почему эти вещи Происходят В этом мире Потому что Нет желания Творца Сверху Не было Это все решено Сверху Не было Это все Все то Что ты думаешь Ты строишь Кто то строит Мы захватили Не захватили Была война Не была война Было это Выиграли Не выиграли Все Абсолютно Показал Творец Мой дорогой Все то что происходит Здесь Все Абсолютно От меня Приходит Творец Гошин Да Потому что Не придет Эрис Гошин Извините Потому что Я не хочу Что пришел туда А туда придет Потому что Это было мое желание Это то что Показал Творец У меня надзор Над этим В нижних Номерах Следующий Мор Который был На звере Аналогично Мор был На звере Это было Пятое наказание И что Аналогично Еврейские Животные Так Нееврейские Животные Умирали Мор знает Мор был Везде Это не Везде Он знает Его Он не знает Его Кто Стоит Значит За всеми Сорудными Вещами Да Так как Говорится У каждого У каждой Ракеты Есть Свой Адрес Приходит К туда Потому что Там должен Прийти Там Пришел И не Зарвался Ой Како Странно Он не хотел Что там Зарвался Он там Пришел Зарвался Было его Желание Что Он там Зарвался У каждой Вещи Которые С нами Происходят Кто-то Со мной Не так Разговаривает Кто-то Нас Обижает Кто-то Что-то Не так Произошло И так Далее Все Откроем Дорогие Друзья Глазами Видим Мир Абсолютно Другими Абсолютно Глазами То что Кто-то С нами Сейчас Общается И хочет Нам давать Какой-то Месседж И хочет С нами Сейчас Что-то Сказать Нам 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 И так Далее Просто Что-то Пример Я вам Дам Человек Он Хочет Делать Бизнес Бизнес И он Хочет Начать Определённые Дела И он Старается Скажите Мне Петер Хатева В Натуре Есть Ну В мире Если посмотреть Можно Сказать Я Сейчас Мысли Как бы Отсюда Которые Вышли Нужно Подумать В принципе Я подумал Здесь Вроде Как бы Два Типа Людей Люди Которые Быстро Сдаются Или Не Сдаются Если Которые Быстро Сдаются А не Получилось До свидания Есть Которые Не Сдаются Идут И Тянут 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 Я знаю Может Третий Тип Я не Знаю Нужно Подумать Но В основном Ко бы Плюс Минус Ко бы Понятна Ко бы Идея Дорогие Друзья Как Я могу Понять В этом Мире Что Эта Вещь Которую Я Хочу Начать Это Правильно Или Неправильно Столько Я должен Делать Старания Чтобы Понять Это Правильно Или Неправильно Что Бы Казалось Мирные Вещи Где-то Связаны С Торой Посмотрим Торогие Торогие Хазуныш Говорил Таким Образом Старания Для Парнасы Это Как Поставить Как Мы Хотим Игол Это Говорится Иголку Которую Мы Хотим Поставить Именно В стенку Так Что Если Мы Удараем Один Раз И О Зашло Можем Еще Второй Раз Ударить Если Второй Удараем Второй Раз Зашло Можем Еще До Но Когда У нас Есть Иголку Которую Хотим В Откуда В Стенку Ударили Один Раз О Не Зашло Второй Раз Ударили Не Зашло Значит Там Камень Каменная Стена Там Не Может Зайти Говорит Хазуныш Один Логично Здесь Один Раз Человек Делал Старание Получилось Отлично Второй Раз Постарайся Второй Раз Пошло Отлично Иди Дальше Значит Хорошо Идет Человек Постарался Один Раз Не Получилось Второй Раз Не Получилось Этот В этом Аспекте Уходи Уходи Отходи Значит Это Не Тот Вещь Который Стой Какой Связь Тора Мы Парнозы Так Работает Мир Так Ашему Дает Нам 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 Так Дает Нам 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 Человек Пошел Куда Т Несколько Раз Не Получило Что Ашем Хочет От Меня Потому Что Есть Надзор В Этом Мире Ашем Направляет Нас Всех Ашем Смотрит Над Нами Ашем Смотрит Над Нами Человек Приходит Одно Наказание На Человек Второй Наказание Третий Раз Нужно Затуматься Что Здесь Значит Кто Ударяет Есть Надзор Практически Ашем Здесь В Этом Мире Что Со Происходит Есть Босс В этом Мире Который Сейчас Со Мною Хочет Разговаривать И Не Happened To Be Кто Родился Здоровым Кто Родился Нищим Кто Родился Таким Кто Родился Таким Нет Каждый Вещь Абсолютно 100% Оно Записано От Творца Прямо Для Нас Чтобы Нас Направить В Правильное Направление Даст Нам Какой-то Намек Что Мы Делали Раскаяние Что Мы Пришли К Ему Путям И Так Далее Но Есть Надзор У Творца Здесь Все Что С нами Происходит Сейчас Рассказываю вам Историю Которая Гемория Написана Ему Рассказывают Рассказ Довидительный Рассказ Был Тану Гемория Масхат Брахот В конце Рассказывает Что Один Из Мудрецов Был В Туалете Божил Абсолютно Римляне И Взял Его Казалось Что Хуцпа Как он Может Так И так Далее Но Это Ефрей Рфин Великий Мудрец Понимает То Что Если Такое Веще Происходит Это Не Это Не Просто Так Он Подождал Хотел Посмотреть Что Там Происходит Подождал Подождал И Что Смотрит Там Была Оказывается Змея Змея Пришла Укусила Этого Римлянина И Скончался Сказал Творец Он Был бы Там На него Прошла бы Эта Вещь Выкинул Его Что А Человек Изберится Как Ты Можешь Подожди Подожди Не надо Успокойся Есть Босс В этом Мире Босс Есть В этом Мире Чего Ты Почему Ты Переживаешь Осторожно Он Выкинул Значит Есть Особенные Направления Есть Что То В этом Только Ты Знаешь О чем Спасть Тебе Это Нашим Направляет Я Тут Есть Дорогие Друзья Я Управляю Всем Говорит Творец Ты Думаешь Что Просто Так Ты Заболел И Если Люди Болеют Что Пойдет Все Абсолютно Идет От Надзора Творца Идем Следующую Вещь Был Мор Мы Сказали Потом Придет Что Это Были Воспаления Воспаления Дорогие Друзья Что Было Особенно Воспаления Это Был Уже Шестой Каз Который Пошел На Египтянинах Что Мы Видим Там Воспаление Было Настолько То Что Уже Египетские Колдуны Не могли Стоять Перед Моши Рабену Написано Почему Они Не могли Стоять Перед Моши Рабену Именно На Это Наказание Говорится Очень Просто Почему Потому Что До Этого Все Эти Колдуны Они Каким То Образом Объясняли То Что А Это Можно Так Объяснить Это Можно Так Объяснить Это Можно Так Объяснить Но Когда Прошло Наказание Этих Воспалений И Вся Тело Все Абсолютно Реально Все Поменялось Они Уже Не Могли Стоять Перед Моши Рабену Очень По Молили Что Они Проиграли В Споре С Моши Моши Рабену Говорил Им То Что Вы Были Те Которые Фарао Усиливали Его Сердце И Делали Всякие Тоже Похожие На Наказание Которое Творец Делал Похожие Вещи Делали Сказав То Что Это Все Было От Колдовства Так Мы Видим Насчет Крови Насчет Крови То Свет Но Не Был Это Кров Но Сейчас И Сказал Моши Рабену Сейчас Вы Будете Первыми Которые Получат Это Наказание Из-за Этого Представьте Себе Они Получили На Самом Деле Первыми Которые Против Логики Если Есть Действительно Какое-то Воспаление Есть Это Везде Это Есть То Должно Быть Равномерно Везде Не Не Вначало К ним Начало Для Них Это Все Сначала Я Пришел На Них Они Поняли Вау Да Действительно Действительно То Что Моши Рабену Сказал Для Них Было Изначально Намерение Потому Что Вы Были Первые Которые Были В Грехах Вы Будете Тоже Первыми Наказаны Из-за Этого Они Уже Не Могли Ставить Перед Моши Рабену Сказав Что Что Ты Можи Сказать Уже Да Это Нет Уже Нечего Сказать Человек Уже Застрял Проиграл Уже Именно Спор Проигрывшийся Спор Дорогие Друзья Из-за Этого Показал Что Есть Надзор У Творца Они Сами Поняли Уже Все Мне Уже Нечего Сказать Действительно Есть Надзор В И Награда Для Праводников Эти две вещи Так Клиакар Объясняет Как мы уже сказали Рамбан Разделяет Эти две вещи На две категории Но как бы ни было Оба идут Именно по одной Дороге То что Это было Тот Проявление Тот Изучение Которое Шем Проявил При этих Действительных Наказан Идем На третью Категорию Которая Здесь Приводится А это Что Это Именно Бахав Бахав Дорогие Друзья Клиакар Говорит Нам Очень Интересная Вещь Последние Четыре Казни Которые Были На Египет Это Было Для То Чтобы Показать Паро В том Вещи Что Он Верил Что Это Неправда А Именно Что Паро Он Верил Что Есть Штей Реш Йот Что Есть Две Божество В этом Мире А Именно Что Есть Здесь Штей Реш Это Имеется Ввиду То Что Есть Другие Божества В этом Мире А Именно Что Он Верил То Что У Солнца Есть Большая Сила То Что Есть Божество И То Что Есть Тале Как Мы Знаем В Ягнен Который Был Именно Тот Мазал Который Который Был В Месяц Ниссан То Что Они Именно Верили Именно Тогда То Что Мы Взяли Корм Барана Извините Который Мы Взяли И Зарезали Это Было Именно Тот Полное Отрицание Тот Именно Полное Искорнение Всего Чтобы Показать Паро То Что Это Все Неправильно Это Все Неправильно И Давайте Посмотрим Давайте Посмотрим Что У нас Есть У Нас Град Град Это Было Седьмое Наказание Говорит Нам Клиокар Скорее Всего Что Было Когда Был Град Дорогие Друзья Говорит Нам Клиокар Выводай То Что Было Закрыто Небеса Небеса Значит Солнце Не Было Возможности Зайти На Земле В Земле Показать То Что Эта Сила Не Заходит В Эта Мир Нет У Этого Нет Этого Божества Восьмой Это Что У нас Саранча Саранча Что Написано Дорогие Друзья И Покрыл Все Всю Землю Все То Что Возможно Было Все Было Скрыто Не Было Видно Опять Так То Что Солнце Невозможно Было Видеть Когда Было Большое Саранча Невозможно Было Видеть Треть Это Что Темнота Нам Все Понятно Опять Так Ночь На наказание Когда Ездим На ночь И Первенцы В конце Именно То Что Умерли Все Первенцы Там Тоже Как Мы знаем Это Было Ночью Это Было Уже Эль Песах Который Когда Мы Вошли Именно Из Египта Значит И Четыре Основных Моментов И То Само Говорит Рамбан То Что Это Снова В принципе Все Наши Все Наши Торы Дорогие Друзья Это Что Понятно Что Этот Мир Создан От Шема Ешми Айн Этот Мир Не Был Вечный Есть Начало Этого Мира Творец Создал Этот Мир Он Есть Творец Этого Мира И Не Только То Что Он Творец Этого Мира У Него Надзора Насматривает Особенно За Своими Любыми Еврейскими Детьми У Него Надзора Поначивается На Каждую Абсолютно Веришь Абсолютно На Каждую Веришь И То Что Ты Будешь Делать Заповеди Или Нет Это Делает Не Только Маленькие Разницы Это Делает Гигантские Разницы В Этом мире Это Делает Гигантские Разницы О О Нашем Лично О Наших Детях Это Не Только Хорошие Добрые Дела Это Только Знаете Это Большая Тема На Сам Делем Один Из Великих Мудрецов Который Был у Нас Это Был Вильнюс Каун Про Него Можно На Сам Деле Очень Много Говорить Величие Этого Человека Этого Великой Души Которого Достоин Еврейский Народ Который Был Привязательно 250 Лет Тому Назад В Вильнюсе Дорогие Друзья Творец Спустил Для Нас Такую Великую Душу Который Его Ученики Говорили Эта Душа Абсолютно Не связана С нашего Поколения В наше Поколение Приходят Такие Души Чтобы Вы поняли О какой Именно Калибровый Человек Идет Речь И Про Него Говорится То Что Ночью Приходило 2260 Разные Обычественения На Тору Вы Ждите Представить Человек Который До Тридцати Лет Тридцати Тридцати Три года Он записал Комментарии Абсолютно На всю Тору И Основной Его Работой Это были Каббалистические Комментарии На Каббалу На Сафрит Сера Сафрит Сниут Вечи Которые Мы Не Понимаем И Просто Что Мы Помнили Все Литовский Мир Который Мы Сегодня Знаем Это То Будет Ишивот То Это Будет Тот Серьезное Соблюдение Заповеди Серьезное Замечательное Обращение На Заповеди То Что Тора Это Не Только Хорошие Обычия А Мы Запрежем Шаббат Потому Что Это Хорошее Дело Запрежение Шаббата Кош Это Бабушка Кушала Кошерную Курицу Всегда Покупала У И Шех Это Мы Тоже Будем Таким Образом Делать Мезуза Это Хороший Талисман Хасю Шарон Или Что Такой Не Знает Людей Всякие Дорогатуря В Вильницкий Гавун Привез И все То Что Было К сожалению Было Забито Чуть Чуть Было Очень Опасное Время В это Время Началась Аскала В Германии В Австрии И так Далее Но Начало Всего Этого Но Кроме Этого Были Уже Поколения До Этого Писали Большие Мудрецы То Что Люди Уже Вот Эта Вещь Забывался К сожалению То Что Серьезное Соблюдение Заповеди Чательным Образом Это Тот Настоящее Желание Творца Изучение Торы И Привезти Изучение Торы Голохот И так Как мы Сегодняшний День Изучаем И Конечно Каждый Поколение Уменьшаемся Уменьшаемся Но Тот Образ Который Литовский Мир Опять Возобновился И Приводит Сегодняшний День Чрезмерно Сильно Это То Что Вилинский Гаон Опять Восстановил Понять Показывал Нам То Что Заповеди Торы Это Не Минаг Это Не Какой-то Там Опечаль Еще Такой Это Желание Творца Чтобы Мы Делали Эти Вещи И Люди Говорят Будешь Ли Кушать 30 Грам Или 31 Грам Это Делать Большую Разницу Да Для Нас Нет Для Него Да Для Него Да Потому Что Он До Этого Момент Должен Сказ Биркат Амаз Но После Этого Нет До Этого Да Это Е Желание Будет Шма Говорить Утром До Этого Время Да Это То Что Делает Именно Решение Это То Что Мы Говорили Здесь Старики Друзья Это То Что Мы Здесь Именно Говорим У Надзор Над Кажд Вещами Будем Обучать Что Они Должны Пойти По Путям Творца Это Гигантская Разница На Нас На Наших Душах На Веки Веков И Это Вещи Которые Мы Можем Делать Наших Предков Самые Большие На Хатруах Для Возвращения Их Душей А Скажем Говорит Сейчас Рамбан На Это И Это Есть Дорогие Друзья Вся Наша Тора Вся Тора Которая Была Учина Горисина То Что Когда Что То Что Нами Происходит Это Не Теба Это Не Просто Happen To Be Просто Так Как Мы Уже Сказали Вся Тора И Вся Еврейство Основано На Том То Что Наше Правление Наша Тора Наша Сущность Еврейская Зависит От Соблюдения Заповеди И Нахинами И Да Здесь Безусловно Другие Народы То Что Они Будут Соблюдать Или Нет То Что Они Делают Это Не Делает Разницу А Все То Что С Нами Происходит Дорогие Друзья Это Все Абсолютно Зависит От Нашего Соблюдения Заповедей И Это Есть Основ Все Наши Религии И Все Наши Торы Религии Не Можно Так Сказать Абристи Это Снова Всего Значит Мы Будем Соблюдать Тфилин Или Нет Это Делать Гигантские Разницы Тфилин Какая Маленький Боксик Черный Что Ты Будешь Там Делать Это Непонятно Но Творец Сказал Для Тебя Мой Дорогой Который Выбрал Выход Выход Из Египта Я Даю Такие Гигантские Подарки И Тебя Есть Сейчас Привилегия Что Ты Можешь Соблюдать Мои Заповеди Ты Будешь Соблюдать Тфилин Ты Будешь Возвышенный У тебя Будет Все Благословения Которые Внутри Заложены И Здоровье И Успех И Будущий Мир И Все Других Народов Нет Этого Как Мы Видим Этих Это То Я Начал Наш Урок Видим Этих Вещей Будем Соблюдать Тфилин То Что Мы Делаем Основно На Каких Именно Основах И Это То Что Проявление Проявился Дорогие Друзья В Египте Когда Получили Эти Десять Наказней При Этих Десять Казнях Именно Были Вот Эти Проявления Надзор Творца Наказание Злодеев И Заслугам Направников И Творец Все Обсердно Все Что С Происходит И Это Начиная От А Наша Реальности Наша Реальность Этих Вещи Это Не Там 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 Это Все Здесь Это Все С Нами И Это То Что Мы Постоянно Повторяем И Этим Образом Дорогие Друзья Мы Понимаем Опять Так Повторя Я Уже Много Раз Это Говорил И Нужно Больше Об этом Говорить Это То Что Есть Почему Мы Постоянно Окружены Про Выход Из Египта Шаббат Воспоминай Выход Из Египта Мезуза Воспоминай Вход Из Египта Тфилин Воспоминай Выход из Египта Человек Берет Кидр Шабат И Говорит Что Ашам Ты Создатель Этого Мира Ты В Σоздlate Этого Мира Про Про Создание Мира И Выход От Египта, это есть. При выходе из Египты мы все видели, кто есть на самом деле за кулисами. При сотворении мира никто не был свидетелем. Никто не был там, никто не был там, который создал, Адамович родился и все, мир уже готов. При выходе и там, где было проявление этого творения, этого мира, и у нас сейчас время времени, как именно, дорогие друзья, невероятным, уникальным образом 10 казней, которые было в Египте, это было против 10 маморот, через чего творец создал этот мир. Каждый из них, мамаш, михуван, один в один против всего, чтобы показать все эти 10 выражения, которые через чего творец создал этот мир, проявился в этих 10 казней, чтобы показать именно, кто стоит именно за кулисами, кто создатель всех этих вещей. И убирав этих вещей, понимаешь, что кто держит на самом деле эту силу. Один пример мы можем давать, когда было наказание, когда было наказание темноты. Это было против, не против, а макабиль, выражение, которое сказал творец при сотворении этого мира, Египте, пусть будет свет. Творец что делал? Темноту. Нету. 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 И таким же образом все остальные вещи. Скажем, еще один может быть арбей, когда была саранча. Что там написано? Да? Что там написано? То, что один из творений было во время сотворения этого мира, то, что будет земля привезти все, что фрукты они привезут. А в саранче, что они делали? Полностью уничтожили все то, что было, фруктов и все такое. Уничтожение всего. Получается, все то, что натурально, а земля должен привезти, творец показал, это все абсолютно в моих руках. И точно так же, таким образом, мы можем пойти, еще один может быть давать, когда было воспаление, это было шхин. Это что? Это против то, что творец сказал? Создадим человека по нашему образу. Когда было, дорогие друзья, эти воспаления, люди потеряли настоящее лицо. Они уже не могли, как мы уже сказали, и Хартуми не могли стоять перед Моши Робейном. Человек потерял весь свой образ человека, то, что был там. Просто Ашем показал, бум! Нету этого целема. Я убрал, я есть хозяин всего этого. И таким образом, все десять уровней творения этого мира проявились в этих десять казней, которые были в Египте, дорогие друзья. Мы видели, кто есть творец этого мира. Мы видели нашими грозами, кто создавал этот мир, кто управляет, у кого есть надзор в этом мире, кто наказывает и кто дает именно награду. И если мы сегодняшний день этого не видим, у нас есть голова, голова, которой мы можем видеть этих вещей, понимать этих вещей, мы понимаем, что да, даже если мы сегодня нашими глазами не видим, и глаза действительно обманывают нас, и действительно это все скрыто, и это мир, это большая маска этого всего, этим образом ты понимаешь, что на куче многих разных вещей существования еврейского народа, соблюдением на заповеди. Ты понимаешь, как определенные вещи в твоей жизни, почему эти вещи происходят. Ты понимаешь, насколько важно каждую вещь держаться сильным на затору и каждое соблюдение, которое делаешь ты и твои дети. То, что ты стоишь каждое утро, делаешь шахры, минха, мары, ты делаешь как нужно. Ты понимаешь важность этих вещей. В середине работы ты стоешь и говоришь, что сейчас я буду молиться минху, одевай, кипу, шитабах, шамо, говорю именно твое имя, буду восхвалять сейчас. Ты понимаешь, что есть босс в этом мире. Босс в этом мире, он не нужно ему каждый раз тебе показать. И всех этих вещей, которые мы сказали, приколили поколения, все время это показалось. Все время это было скрыто, люди ходили против этих вещей, опять именно твое имя показалось. Неоднократно уже это помянули в наших уроках. И это стоит именно основа, дорогие друзья, наших фундаментов, нашей веры, которые мы получили в Египте. Особенно, еще раз я повторяю, основа нашей веры, это, конечно же, дарование Торы. Но в дарование Торы мы видели то, что чудеса, которым Ашарабейнов это делал нам, это все были именно Творца. А Творец при проявлении этих десять казней показал всех этих вещей. И это основа всего нашего еврейства. Всего нашего еврейства. Как Рамбан говорит это, человек, который не верит в этих вещах, в этих трех фундаментальных вещах. То, что Творец, Он есть Творец этого всего мира. И второе, то, что всех абсолютных вещей, которые у нас есть, нету Тева, нету натуры, просто так happy to be. У него все надзорно теми. Он именно управляется, он дает наказание всем. И награда именно всем праведникам, и злодеям свои наказания. В этом мире, в будущем мире, как бы оно ни было, это другая тема. И понимал то, что любой вещь, которую мы делаем, что наши действия еврейские, соблюдение заповедей и так далее, это то, что создает реальность, то, что с нами происходит. Это то, что с нами происходит, тогда у человека есть удел в Торе Моше. Если нет, говорит Рамбан, нет у человека удела в Торе Моше. Из-за этого мы понимаем, когда мы приходим и задаем вопросов, о, произошла корона, произошла мировая война, произошла какая-то трагедия, произошло что-то добро, что-то плохо, что-то это. В Тору всегда смотрим, в Тору всегда смотрим, наши мудрецы говорят, мы все время смотрим в наших действиях. Мы не смотрим, о, happened to be, а, было там политически, это было, это, это, каким образом было. Мы все время засматриваемся в нас. Потому что мы знаем, сто процентов, что все то, что происходит, это из-за действий наших. Мы все время засматриваемся в этом. может быть политика была так, была так, с кучей причин. Столько, дорогие друзья, во время Второго мира войны, вся эта война, которая была у немцев, столько вещей, которые до сих пор историк вообще не понимает, как эти вещи происходят. Как, как, было некоторые факторы, которые до сих пор, оно как удивление для людей. Это, как это видно, была Вторая Моя война, и вдруг ты видишь то, что вещи не совсем понятно, почему они делают какие-то решения. А сейчас просто показывает, мой другой, я управляю всем. Я управляю всем. Иногда мы удоставимся в этих этих вещей, но иногда скрыли-то все. Но у нас есть вера, сто процентов, то, что все знаем, все приходит абсолютно от него. Все приходит от него, дорогие друзья. И это за наше благословление и желание, дай Бог, чтобы все, все, все беседы, души мая, усиливались в верах. Веры, которые мы должны обучать наших детях, это чрезмерно, сильно важно, особенно на нашем поколении, это тот корень и тот сила, тот опора, который может быть у наших детей, особенно в нашем тяжелом время, время, время телефонов и время депрессии, время нелегких обзорных поколений, в котором мы живем, дорогие друзья. Вера, это один из основных вещей, которые мы должны дать им, нашим детям. Верам Творца знали, что всегда шли с ними, дать им понять то, как Ашем их любит, знать то, что есть Творец в этом мире, и все абсолютно управляется, все абсолютно им. Показать им явным образом, да, сынок, смотри, дочка, смотри, как Мэйташем все это произошло, и так далее, и так далее. Давать им опору, то, что это и есть наша опора. Настолько, настолько это важно каждому из нас, и особенно, что мы дали это все беседы, еще можно тоже в наших детях. дай Бог, чтобы в достоинстве усиливаться всегда в верах, и Творец дал много сил, много святого Дешмая, постановить его проявление в этом мире, чтобы в достоинстве видеть его руками в этом мире, и всегда были с большой любовью, с большим энтузиазмом, всегда соблюдали все его заповеди. Амин, кейн, едет сам.